Ширвинд, который известный, да, у нас хохмач, он здесь не улыбается, а Марк Анатольевич ухмыляется, это еще мягко сказано. Правильно я понимаю, вы провожали в Харьков из Москвы? Из Москвы в Харьков, и жена подарила замечательную идею, сказал, какая у него неподвижная физиономия, его совершенно удивить ничем нельзя. Вот бы он удивился, если бы он переехал бы в Харьков, а вы уже там. У Миронов был все-таки известен уже после бриллиантовой рука. И сказали, ну ладно, мы для вас место найдем в самолете ночном, а этот кто? Зачем этот-то едет? Вот это мой личный пиротехник, и я без него практически не снимаюсь. Вот, и я делал разные... И это кончилось с тем, что нас зачислили в массовку. Замечательно вас же... Потом ты спрашивал, Александр Анатольевича Ширвинта, вот когда ты нас увидел на съемках, что ты подумал? Да, я через некоторое время потом спросил, когда мы запели у него за спиной, из кустов выйдя, а он уже был, значит, готовился к съемкам, я сказал, Шурик, ну а что ты подумал, когда ты это услышал? Он говорит, я все-таки подумал, что пить надо меньше. А вас, я знаю, что Миронов пугал, когда вы были ребенком совсем? У меня было года два, наверное, или три, они занимались тем, что Андрей Александрович надевал маску волка и говорил, о, и я рыдать. Потом он снимал маску, но у Андрея Александровича не страшно. А они ухахатывались, им это казалось очень весело. Он моментально снимал, и все равно, когда он снова надевал, все равно ребенок. Мне казалось, он превращается в волка. Вот тогда и вы поняли волшебную силу искусства вообще вот то, что... Наверное.